Магомед, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о пребывании Кадырова и его состоянии? Никаких подтверждений из Чечни, из Грозного, из Европы, где находится огромная членская диаспора, по поводу его тяжелого состояния нет. Если он даже находится на данный момент в Москве, в клинике, то то, что в России умеют, они умеют хранить секреты. И он будет, я думаю, находиться, если он действительно в коме, он будет в ней находиться ровно до тех пор, пока в Кремле не будет принято решение, кто встанет на его место. Ну, а потом уже почетные похороны, памятники и так далее. Поэтому будет он в коме ровно, если он в коме, он будет в коме до того момента, пока не будет назначен новый Кадыров. Ну да, мы помним, как тело Жириновского кидали по моргам Москвы, несколько месяцев, пока не решили, что уже можно России объявить о том, что он все-таки почил в БОЗе. Пригожина хоронили в трех местах тоже, знаете. У них большой опыт в этом плане, они профессиональные. Если окажется это правдой, то кто может быть преемником или среди кого могут искать либо выбирать? Ну, там, в общем-то, только три кандидата, и один, как говорится, хуже другого. Это Адам Демельханов, депутат Госдумы от Чеченской республики. Это председатель Чеченского парламента, так называемого Магомед Даудов. И дальше все, как бы, смотрят в сторону так называемого патриота Весмурадова. Вот это три основных кандидата. Но, опять же, с другой стороны, Кремль в этом плане очень непредсказуем. Поэтому они могут вытащить какой-то козырь из Кермана, который у них есть. А у них есть огромное количество людей, которых они могут назначить. Могут назначить русского генерал-губернатора, чтобы перед россиянами это выглядело как еще одно покорение в Чечне. То есть Кремль ничем не ограничен, он полностью в своей власти, ему не надо оглядываться ни на чеченский народ, ни на мировое общество, ни на кого. Он делает только то, что он считает нужным и то, что ему выгодно. А в этом плане они, конечно... А насколько непредсказуемой, Магомед, для Кремля может оказаться Чечня? Проглотят ли они и кремлевского ставленника? И может ли смерть Кадырова вызвать какие-то ацентрические процессы в республике? Ну, вы знаете, Чечня сегодня является фактически концлагерем. И смену начальника концлагеря можно вызвать какой-то шепот бараков в концлагере. Но выступать против назначенца, тем более ввязываться в какую-то драку или отставить какие-то политические права... Поймите, ни украинский, ни какой-то европейский, я не знаю еще какой, взгляд на происходящее в России, тем более происходящее в Чечне, он никогда не сможет вам показать реальную картину. То есть это вот как тот вопрос, который задают заключенным Дахау, почему вы не устроили восстание. Ну, поедьте в Чечню, поживите в Чечне, посмотрите, что они сделали. Даже чисто статистика по количеству погибших в Чечне, это около, ну, самые такие страшные оценки. Это 30% было убито, это как, ну, из 40 миллионов принцев 14 миллионов. То есть это огромные потери народ понес, и, соответственно, я не вижу возможностей для какого-то восстания. Никакой политической жизни нет, никаких политических партий нет, никакой свободы слова нет, никаких независимых СМИ нет, ничего нет. Есть просто диктатура, есть обычный концлагерь, поэтому кого бы ни назначили, он будет опираться на поддержку Москвы. Ни один из губернаторов России, не то что речь о Кадырове, ни один из губернаторов России не опирается на поддержку своего региона, региональных элит и так далее. Это все назначаются Москвой. Все. Соответственно, рассчитывать, что Кремль думает о какой-то реакции населения, или кому-то стоит ее ждать, нет, не стоит. Кстати, вот по поводу того, если эта информация о том, что Кадыров в коме находится, правда, Александр Невзоров вчера в своем блоге предположил, что Кадыров может быть отравлен новичком. Ну, это вот вещество, которое очень любит Кремль, да, отравить неугодных. Если предположить, что это таки правда, то почему Кадыров таки оказался неугоден Кремлю? Кстати, многие эксперты уже сказали, что он в следующий после Пригожина, они ставят его в эту цепочку. Ну, тут как бы есть две такие оценочные категории. В том, что Кадыров, конечно, безусловно, знает очень страшные тайны Кремля. Да. Безусловно, Кадыров живой не может достаться никому в руки, не попасть ни в какой гаагский трибунал и так далее, потому что там одно сплошное военное преступление против человечества, что угодно. И, соответственно, да, но на данный момент, в данный час говорить о каком-то новичке или еще что-то. Извините, старшему Кадырову два фугаса подложили под сидение, и он взлетел, да. Зачем Кремлю этот новичок, зачем вся эта конспирология? Она, возможно, интересна для раскручивания своих телеграм-каналов или своего собственного имиджа, но на самом деле охраной Кадырова, всем это давно известно, занимается Федеральная служба охраны, которая охраняет первых лиц государства. Ну, какие новички, какие что, это все делается гораздо проще и понятнее, но на данный момент никакого смысла и никакого значения не имеет. Все уже, украинская война, война в Украине показала, что ни Кадыровская армия, ни его хваленый спецназ, по большому счету, гроша ломаного не стоит, да, что это исключительно карательные войска, которые очень хорошо умеют наводить ужас в отношении мирного населения, но в боевых действиях они себя показали хуже, чем вообще этого мог представить. Соответственно, у Кадырова единственная армия в России, которая готова реально сражаться, которая готова сражаться с гражданским населением в любой точке России. Если в Москве выйдет миллион или два миллиона человек на протесты, скажем, против Путина, но это и так, из области очевидно, абсолютно невероятная, то я не знаю, будут ли Росгвардии или ВДВ российское стрелять в миллион или два миллиона гражданских. Кадыровские части будут, поэтому да, они очень ценный актив, и Кадыров, в принципе, как руководитель этого ценного актива, очень даже устраивает. Кремль, нет, я не вижу никакого смысла его отравления, убивать и так далее. Хорошо. После смерти Кадырова, возможной, вероятной на сегодняшний день, что будет с его кланом, его окружением, его активами? Там же мы понимаем, что речь идет о миллиардах долларов, накопленных его роднёй и им самим. Да, в принципе, я думаю, будет то же самое, что это всегда происходит во всех тоталитарных странах. Сначала будет сделано вид, что всё хорошо и всё прекрасно, но потом очень тихо, аккуратно, как у Назарбаева, у Каримова, я не знаю, у кого ещё, потихоньку-потихоньку прижмутся новее, уберут тех, уберут третьих, поставят из детства своих людей. Кто бы ни пришёл на место Кадырова, он будет безусловно ставить своих людей. И всё. И просто будет это всё такое мягко, аккуратно передано, без шума, без какого-либо возмущения. Так отголоски скандалов будут о том, что да, вот теперь сын Кадырова больше не вице-премьер, да, теперь дочка Кадырова больше не министр культуры, она перешла там в Москву, в Министерство культуры какой-то департамент возглавила, да. Ну, они это всё красиво уберут и поставят везде своих. Москва, в принципе, это поддерживает всячески, кого-то где-то пристроят на какие-то тёплые места. Их всегда есть и много. Ну, наверное, роднее Кадырова, наверное, в случае его кончины надо мечтать не о новостях, надо мечтать о новостях, что они просто не премьеры, а не о некрологах, которые могут появляться в прессе в ближайшее время при переделе собственности. Спасибо вам огромное за этот разговор, к нам присоединялся ингушский журналист Магомед Тариев. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.